Эта история случилась в одном офисе, где работали девушки И вот приходило обеденное время Каждая девушка доставала из шкафчика свой маленький чайничек Включала его на своем рабочем месте, чтобы попить чайку И в этот момент вырубала электричество на всем помещении Потому что если включить один электрочайник или два То ничего страшного не произойдет Но если 10 человек одновременно включают электрочайники То конечно мощность вырастает в несколько раз И автомат исправно отключает электричество, чтобы защитить провода Для того, чтобы справиться с этой ситуацией Милые девушки вызвали местного универсала То есть это мужчина, который был одновременно и дворником, и электриком, и рабочим Так вот он держал язычок автоматического выключателя Чтобы он случайно не отстрелился То есть чтобы автомат не сработал, не отключил электричество Пока чайники все не скипят Так продолжалось несколько дней И однажды у них произошло короткое замыкание и случился пожар Этот случай наглядно демонстрирует Что нельзя к электричеству допускать дилетантов Вроде бы все было сделано правильно И автомат был правильной мощности И провода достаточно в сечении вели к розеткам Но тут сложилось роковое стечение двух обстоятельств Во-первых, неправильно было одновременно включать Несколько мощных потребителей электричества в одну электрогруппу И естественно нельзя было держать автомат Который пытался защитить провода от такого перегруза Какие самые частые ошибки происходят в электрике Которые допускают даже опытные электрики Есть три большие группы Первое, это неправильный выбор сечения проводов И номинального тока автоматического выключателя По прослуговая автомата Второе, когда нет защиты от поражения электрическим током людей И третье, это нарушение правил монтажа Поговорим об этом подробнее Почему-то многие люди думают, что автоматический выключатель Защищает бытовые электроприборы от короткого замыкания Это не совсем так Точнее совсем не так Автоматический выключатель, он же автомат Защищает провода от перегрева В этом его главная функция Потому что если провода будут перегреваться Это может привести к замыканию и к пожару Мало того, что замыкание выведет из строя электроприбор Самое главное, это может привести к возгоранию Поэтому очень важно точно подбирать номинальную мощность автомата Которая зависит от толщины провода Как правило, для домашнего освещения Для ламп бытового освещения Используется провод сечением 1,5 мм Речь тут идет только о медных проводах Потому что для алюминия там совершенно другие размеры Алюминий имеет большее сопротивление, чем медь Поэтому толщина провода здесь должна быть больше Так вот, в таблице приведены данные для медных проводов Если мы говорим о розетах для бытовых приборов Как правило, мощность таких бытовых приборов до 3,5 кВт И такую мощность выдерживает провод сечением 2,5 мм квадратных Защищается он автоматом номиналом 16 Ампер А знаете, как бывает на практике? На практике обычно 16 Ампер ставят на провод сечением 1,5 мм А на провода розеточные 2,5 мм квадратных Ставят автомат, у которого номинал 20 Ампер Автомат номиналом 20 Ампер Должен защищать провода сечением 4 квадратных миллиметра Они используются для мощных электроприборов Таких как электродуховка или накопительный водонагреватель Ну и самые мощные потребители электрического тока Это варочная поверхность Либо проточный водонагреватель Чья мощность может достигать 7,2 кВт Если мощность в пределах 7 кВт То для них нужно использовать провод сечением 6 квадратных миллиметров Он защищается автоматом номиналом 32 Ампера Давайте посмотрим чуть более подробную таблицу Вот здесь мы видим примерную мощность различных электроприборов Отсюда мы видим, что для приборов в начале этого списка Желательно сделать специальное подключение То есть под них используются специальные более толстые провода Если мы говорим про духовой шкаф, водонагреватель, варочную поверхность То они, как правило Запитываются проводом напрямую от электрического щитка То есть этот провод минует распаечные монтажные коробки Для того, чтобы снизить риски, снизить вероятность возникновения каких-то критических ситуаций То есть к этим розеткам провод ведут напрямую от электрощитка В обычной квартире суммарная мощность всех потребителей тока обычно до 7 кВт Если получается так, что у вас мощность электроприборов больше 7 кВт То лучше вводить уже трехфазный топ Который имеет напряжение 380 Вольт И распределять нагрузку по фазам Ну, как правило, это история уже про коттеджи Где есть, может быть, свои электронагреватели Которые отапливают дом Ну и подобные какие-то мощные источники потребления энергии Продолжение следует...